Старт не подходит. Стэй оставаться. А вот последний. Подходит? Да. Уже более сотни благодарных учеников у Марии Маняшиной за весь ее профессиональный стаж. Учителем английского женщина работает много лет, принимает учеников на дому, а также проводит уроки в режиме видеосвязи. Дети, они такие непосредственные. С ними можно помимо уроков говорить еще о чем-то, обсуждать их какие-то проблемы, помогать им психологически. Часто бывает так, что детям нужны не только сухие знания, но и какая-то психологическая помощь, поддержка, одобрение. Поэтому с детьми приятно и хорошо работать. Мне нравится. Профессия педагога стала для Марии призванием. Это то, что ее вдохновляет и придает силы. Дети ее любят, а родители уверены в полученных знаниях. Моего сына зовут Леня. Он занимается с Машей уже третий год. И ему очень это нравится, поскольку мы договорились и можем подстроиться по времени, по стилю занятия, по теме. 15 лет назад Мария столкнулась с серьезным потрясением и тяжелым испытанием в жизни. Врачи поставили страшный диагноз – рассеянный склероз. То лечение, которое мне предложили врачи и которым, собственно, лечат сейчас всех людей, у которых подобный диагноз, как у меня, а сейчас предлагают гормональное лечение. То есть преднизал, вон такие всякие вещи, ну, гормоны, короче. К сожалению, они вот на мне не сработали. При мне я видела девушку, которой они помогли. Мы вместе лежали в одной палате и нам давали одинаковые дозы этих капельниц. Она при мне пошла, а я при ней же с ходунков пересела в инвалидное кресло. Сейчас Мария регулярно проходит поддерживающую терапию, но врачи не ставят положительных прогнозов. Помимо неизлечимого недуга, пришлось пережить расставание с семьей. Несмотря на все испытания, сейчас она живет счастливой жизнью в окружении самых близких друзей. Совершенно случайно мы познакомились с Машей в салоне красоты. Разговорились и, в общем-то, с тех пор не расставались. Оказалось, что владелица салона красоты стала еще в дальнейшем подругой Маши тоже. И мы втроем объединились. Я как постоянная клиентка. Мария, моя подруга, как владелица салона красоты. И вот наша Мария стала нашей подопечной. То есть с этого момента года три уже подряд мы ее опекаем. Как говорит Ирина, начали с малого, а превратились в патронажных сестер и всегда готовы прийти на помощь. Утром, вечером, в праздники и в будни Мария может рассчитывать на поддержку. Вместе отмечают дни рождения, ездят на концерты джазовой музыки, которую так обожают. Те, кто пожалеет котенка на улице, несомненно, пожалеет и человека. Это очень важно. И одно дело пожалеть человека, который сам выбрал свою судьбу. Он решил, что он сопьется и будет лежать в метро. Это одна история. А есть такие люди, которые свою судьбу сами не выбирали. Ну, так получилось. И хочется помочь. А если это еще очаровательная, образованная, глубокая, вообще с широким кругозором девушка, то, конечно, естественно, хочется как-то ее привлечь вообще к своему какому-то уровню. И прогулкам, и тусовкам, и каким-то празднованиям. То есть мы постоянно тут собираемся на Новый год, печем пироги. Если говорить о доступной среде в городе, то ее не хватает. Этим с нами поделилась Мария. Заехать на коляске в продуктовый магазин может не в каждый. Подняться на высокие этажи без грузового лифта тоже нет возможности. Хорошо, что рядом близкие друзья. И, конечно, любимая работа. Я не знаю, что бы я делала без преподавания. Вот летом, когда многие из них разъезжаются к бабушкам, ох, так мне скучно без них. Но, тем не менее, зато летом хорошая погода. Я могу пойти в парк. Там же яузы у нас прекрасные. И так далее. Было бы, конечно, неплохо съездить куда-нибудь на море. Мария продолжает мечтать и всегда открыта для общения. Она в поиске новых друзей. И продолжает смотреть на мир с улыбкой. Без сомнения, она еще не единожды станет героем нашего репортажа. Алла Сталаева, Андрей Капустин, Первый Матичинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова